Накануне в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района города над Богом прошел круглый стол на тему роль первого съезда Коммунистической партии Беларуси в истории образования Белорусской Советской Социалистической Республики, посвященной двум историческим датам – образованию социалистического государства и Коммунистической партии большевиков Беларуси. Мы сегодня проводим круглый стол, чтобы объяснить нашей молодежи, что не все, что пишут в интернете, оно соответствует действительности. И не все, что сейчас модно очернять прошлое нашей страны под руководством Коммунистической партии, есть правда. Программа партии, которая у нас сегодня существует, Коммунистическая партия Беларуси, устав, они соответствуют духу и времени. Они направлены на социальную поддержку населения, на возрождение Беларуси. И эту программу я поддерживаю, поэтому я восстановился. Я был коммунистом, есть и буду. Участие в круглом столе приняли члены Коммунистической партии Беларуси, ученые, представители ветеранских организаций и, конечно же, молодежь. Ведь главной целью мероприятия являлась актуализация достоверной информации об истории создания Белорусской Советской Социалистической Республики, а также противодействие фальсификации исторических фактов этого периода. Молодые люди могли услышать воспоминания старшего поколения, который не понаслышке знает об этих временах. Развитие республики продолжается. Мы видим новые и новые преобразования. Мы видим улучшение жизни нашего населения, строительство новых зданий. Даже возьмите наш город Брест. Какой был маленький, неуютный, разрушенный город. А сейчас это цветущий, замечательный, красивый город. Юбилейные даты – хороший повод наградить самых активных коммунистов и тех, кто на протяжении долгого времени помогает партии развиваться и уверенными шагами идти вперед. Нагрудные знаки и медали нашли своих обладателей. Кроме того, в рамках мероприятия были представлены научные доклады и сообщения. А также прошел диалог обсуждения, во время которого молодые люди могли задать интересующие вопросы и получить компетентные ответы. Продолжение следует...